Молите всегда, Тихий. Боже, будь милостив к обе грешному. Создав, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Достойно есть якова истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего. Счастнейшую Херувим и славнейшую воистину серопим. Безысление Бога, Слово, Рольшую и Сущую. Богородицу Тебя величай. Земной поклон. Слава от Свои, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресе измеряя Твоей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причисти Твоя, Матери, и силы щаснага животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых. Спаси и помилуй нас. Яко благою си, и человека любец. Аминь. Земной поклон без крестного знамения. Божья, милостью, будь мне грешным. Создав ими, Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец нашим, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешное, как никогда и же благое сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу, уста мои недостойно. Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истинной. Иже везде Сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, явны. И очистены от всяких скверно. И спаси блажи души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. О, ставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильны. Свят, 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 исти Божий, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возлил мне, исти Господи. Умой просвети сердце, вы с немой отверзи, бо ей же петите, святая Троица. Свят, 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 исти Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков омень, внезапно Судья приидет, и ка Его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 исти Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне гирает Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся на меня ленивый и грешный, не погубил меня с беззакониями моими. Но человеколюбствовал, исти обычную, и в нечаяния лежащих, возлил мне, исти. Во я же утренче слабословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои още мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со словесием Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся Христу Цареве, Богу нашему, и земной поклон, приидите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Девяносто четвертый псалом Приидите, воспоем к Господу, воскликнем Богу твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием. В песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его в море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, приклоним колени при лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали Глаза Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом с ним и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Воспойте Господу песть новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу благословляйте имя Его, благорестуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он, паче всех богов. Ибо все боги народов, идолы, а Господь небеса сотворил. Слава величия при лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепие святыни. Трепещи при лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому твердая вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля. Да шумит море и что наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем. И далекуют все дерева дубравные. Перед лицом Господа. Ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Господь царствует. Да радуется земля. Да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест его. Правда и суд основания престола его. Перед ним идет огонь. И вокруг попаляет врагов его. Молния его освещает. Молния его освещает вселенную. Земля видит и трепещет. Горы как воск тают от лица Господа. От лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его. И все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие стуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь перед ним все боги. Слышит всего он и радуется. И веселятся черри иудины ради судовства и Господи. Ибо ты, Господи, высок над всей землею. Превознесен над всеми богами. Любящий Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих. Из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе. И славьте память святыни его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне пресной, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресной, и во веки веков, аминь. Многомилостивый и с милостью Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ты и многих щедротов и неизлечены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. И так, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и отпритязникам славы Твей Вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово. Что отторг мне от Твоих руки оградой, но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил матери моей. Спадал меня, Господи, возлюбить Тебя теперь та же, как возлюбил я, когда свои тайны греют, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, веки веков. Аминь. 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 Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за него сдержание мое, не дай возможности взлома демону, подчинить меня себе преобладанию от вас смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель, покровитель беды моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогибнуть Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил мне страхи Свои и сделал меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгонит меня смиренно, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, вдали со скверные, лукавые, и хвульные помыслы из закаянного моего сердца, и помраченного ума моего, и погаси плавимый страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. 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 Молите Бога о нас, святые угодники Божии, каждый свое имя называй, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником, от души нашей Богородицы Девы, радуйся, обрадована Мария Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яка родила Иси Христа Спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, исчез на желтворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Те. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары и Твое сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителей, родника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Гафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Владима Засимова, Амбрия, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александр, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический, и иношечкий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе, смири власти войск твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, дабы издавали мудрые законы и дали достойно жить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся, и сохранив от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и прикотовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Господи, сохрани нас и жилища наше от пожара, ворог и нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафимову, и сына Владимира обрати, Людмилу, любовь, Владимир, Алексей, и Осипов, пришли добрые жители с детьми, любящими, знающими закон твой, и сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью. Серафимову, Серафимову, Людмилу, Алексею, побуди всех на благовестие. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованное тобою. И весел, пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и все и дети сохрани нас от всякого рода зла и греха и непосильных искушений. Аллилуйя, спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Едру, Рустика. И Тимуру не дай погибнуть, обоглоти его, Господи. Возри на угрозы врагов, погаси злобу их, не дай им желаемого, и судный день не помяни их безумие. Ты уже показал, как можешь сократить их злодейство. Аллилуйя, Господи, Благослови, благодетели наши, воздаем добром всей жизни и будущее. Елену, Людмилу, и обрати к истине Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Горду. Найди отступников, Господи Божий наш, устраши их и возврати на путь спасения Михаила, Николая, Александра, Юрия, и благослови Максима, влечи в сердце его. Аллилуйя! Путешествующий благослови Раису, Льва, Виктора и Акима, возврати их в мире. Аллилуйя! Избавив от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, посети болящих, дай силы перенести страдания, укрепи их и дары здравия и исцеления. Валерия, Иллариуна, Кирилла, Игоря, Алексея, Надежду, Валентину, Валентину, Татьяну, Татьяну, Анну, Мария, Александра, Аллилуйя! И сохрани наше сокровище в интернете и книги, здесь и в пути трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Игоря, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, и Вячеслава и Семейства и Его Содружества. Аллилуйя! И всех, с кем мы познакомились, кому возвестили Слово истинное, благостави, Господи! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И обрати, найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Аллилуйя! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя! Слава Вышием Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром и благословением всем помогавшим нам в путешествиях наших. Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Аллилуйя! Прошу Тебя, мой Ангел, не покинев смертный час, когда душа будет раздущаться от тела, и провели душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Я, Хреститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и быть во всем экономным, дабы было из чего уделять нуждающимся и видеть их. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, медликийский чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, моли Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Илисей, Инох, Иксей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеми, Амус, Наум, Исаия и Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Айгей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Даниил, Отроки, Пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Господь, Духом пророческим, Церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставны с неготовыми, но что повышено встречи Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами полными лет, добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, и хурвимые серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, дадарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, через которое мы думаем получить жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Келософ, Касмай Дамиан, Андрей Стратилав, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Альфимий Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, Дай веру, Страши родителей, Заложено воспитание, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий и Прям Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов Почаевский, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл, Имеходий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранит нас и укрепит Господь в святой православной вере, А замысел ретиков разрушив, и что преврати, Аллилуйя, Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущеница, Патина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Матяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалена, Мария Египетская, Прескина и Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина, Молите Бога о нас, Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливости, и сохрани их от всяческого поругания, исправь не покорилась, Галина, семейство Евгений, Надежда, Светлана, Мария, Людмилы, Дианы, и благослови Ливона, путешествующего, и нас помилуй, милости Твоей ради, прими нашу молитву, воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятную перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, умоляем Тебя, Владыку неба и земли, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, ради пролитой им, при чистой крови, услыши нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, и все наше родство найди и обрати. Тебе, Боже, слава, хвала, счастья и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Сын и Святой Дух. Аминь. Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Продолжаем. Вопросы и ответы с нашего сайта. Сергей идет по теме церковь. Во имя Сая, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Вопрос 103. Исполняет ли оглашение все четыре степени покаяния? Ответ. Григорий Неокисарийский. Правило 12. Цитата. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший должен просить и входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушай, не бывает внутри врат притвори, где грешник должен стоять и до моления об оглашенных и тогда исходить. Ибо правило глаголит. Слушав писание и учение, да изженится и да не сподобится молитвы. Чин преподающих есть, когда кающийся, стоя внутри храма, исходит вместе с соглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с соглашенными. Конечное же есть причастие святых тайн. Думаю, что это нигде сегодня не исполняется со всей строгостью. Так, маленько остановись. Это мне вопросы задают, когда я стою за капитрой в университете или радиопередачи делал, три радиопрограммы вел. Вот этот ответ. Ну, как понять? Вот, допустим, женщина сегодня приходит и, ну, совесть ее мучает в чем-то. Она приходит, около храма стоит и плачет. Я подошел. Что? Я не знаю, что делать. Я четыре аборта сделала. И сейчас вот иду, иду. А ночью я сон видела опять. Дети играют там где, в детском садике. А мои четыре грязные, как порося, там в грязи, там возятся. Что мне делать? То есть она уже ничего не зная, на сон. А ей никто ничего. Ну, что, в церковь пришла, сказала, ну, сорок поклонов сделай. То есть они так любят людей, чтобы лишний раз не поклониться. Это любисты. То есть губители душ. Развратители, волки. Никто не может правила это отменить. Правило Василия Великого. Если женщина убила дитя в очреве, да отлучиться от церкви на десять лет. Десять лет. А у нее сколько детей-то умножь. Ей тысячу лет надо стоять за воротами. И вот эти десять лет наказание, называется эпитемия, церковное наказание. Оно разбивается на четыре ступени. Не ступеньки, которые есть, а четыре стадии перехода быть верными. И вот по порядку теперь считаем. Глаголит Писание, которое изженется, слушав Писание и учение. То есть прослушал, а потом да изгонится. Это первые два с половиной года. Да не сподобится молитве. То есть даже молитвы ему разрешают слушать. Второй чин – припадающие. Что делается? Кающий стоит уже внутри храма. И сходит вместе с соглашенными. А куб настоящих – третий чин. И он начинает прищать. Вместе с верными стоит. Но не прищищается. Надо еще и разъяснять. Где-нибудь исполняется, я отмечаю, думаю, что нигде. Вот у нас было такое, что-то подобное. Я не знаю, что. Потому что только батюшка знает-то. Ну и там, если впало в блуд или прелюбодеяние. За блуд там шесть лет, за прелюбодеяние восемь. Точно так же четыре степени. Они ступени называются, степенью правильно. Видно, что не прищищается. Только и всего. Выходит с соглашенными. Больше не знаем. Ну а стоят в притворе. Ну а куда выйдешь-то? Мороз на улице, 40 градусов. В притвор. А в церкви негде. Уйди в другую половину храма, чтобы тебя не видно было. Да и стоять там до времени, которое положено. Какое? Оглашает, скажет священник. С миром изыдем. С миром изыдем означает, теперь все, можно выйти. Стоять с верными. Зайти. А изыдем некоторые думают, все, я уйду, из меня спроса нет. Правильно. Можешь опять идти на базар, хватать свои сумки. Ты тут оставила их или на руке держала. Но, не советуем, это означает, можешь, но нежелательно. Если муж изменяет жене, жена имеет право разместись. Но Василий Великий говорит, но нежелательно. Перетерпи. Прогорит, и семья будет сохранена. От тебя не убудет. Вот вопрос-то в чем. Ревности у мусульманок нету. Русская вышла замуж, а теперь с ней встретились и говорят, А где муж? Она посмотрела по календарю, он говорит, через два дня придет ночевать. Он сейчас, говорит, там у такой-то, у Айши ночует. А как ты знаешь? А вот, говорит, шипоньер, его костюм висит. Он перед законом будет так. А если одну любит, а к этой не приходит, не удовлетворяет ее, с него спрос будет. Алименты не платят. Вот спросите, Наталья, здесь усатая есть, она очень хорошо это знает. Его найдут. У них розыск работают, как секуритаты, тайная полиция. Они найдут и привезут его. И на площади будут так драть, что он кроме жены никого не будет видеть, чтобы она отмочила ему задницу. Он будет платить и будет работать. Не просто четыре жены иметь, а кормить и поить. И разведется, если он, она ему не понравится, он обязан кормить детей и кормить ее. Если он занимает большую должность, чтобы она жила как княгиня. Вот тебе, мусульмане. А у нас ничего нету. Лишь бы не было общего хозяйства. А в городе какое общее хозяйство? Ну, кошка или собака. Больше ничего нету. Тараканы. Тут то, что мы считаем, еще надо разъяснить. Вот так. Еще так. Слушай по порядку. Плащ. Вот где первый. Это я упустил. Плащ. Первая ступень. Вне врат молитвенного храма. Где стоя согрешивший должен просить входящих верующих, дабы они помолились за него. Первая ступень. Второе. Слушание разрешается. Должен стоять до оглашенных-то. Правила глаголит. И так далее. И третье. Чин припадающих. И четвертый. Куп настоящих. Вот как. У нас этого не было. Это сегодня невозможно выполнить. Невозможно. Но срок этот у нас выполняется. Она впала в грех. Я могу определить только по годам. Я вижу, она стоит там в семь лет за воротами. Это значит грех понятен какой. Вот как. Из церковь любящая мать. Я занимался правилами три года. Переводил их. Симфонии составлял. Я удивляюсь. Как святые отцы предусмотрели. Она впала в грех. Она изменила. Ну была на курорте. И спала в шалаше с другим. Вернулась. Совесть пробудилась. Пришла на исповедь. Он говорит. Как муж? Муж страшно ревнивый. Он убьет меня. И на них правило есть такое. Она может не выходить. Но и не причащаться. Все эти семь лет она не причащается. А муж и не знает. Он не ходит может быть и только делов. То есть спасает ее от ревности, от побоев, от убийства. Вот вдумайтесь в это. Это правило создавали люди, монахи, которые думали о людях. Да, я согласен, что есть где-то и самое строгое правило, когда один епископ у другого где-то там в каком-то городе. Вот Завьялово какое-то взял. А на самом деле это принадлежит Павловску. Вот у нас тут такие есть. Правило такой строгости, что следующие святые отцы говорят, не можем понять, почему такое правило сделано. Почему? Там написано. И не принимать покаяние даже при смерти. Вот бывает так. Власть сменилась, и человек отступил, надел красный шлем и пошел с коммунистами. А он же ходил верующий и знает, где собирается. И выдавал их. А их брали и расстреливали. Но он живой остался. И вот он кается. Ему и петь имеют 30 лет. 30 лет. И вот 30 лет дели на 4. И что будет? Но и тут еще дается послабление. Если все время плачет и просит там у входящих молиться, тогда может быть заседание. Когда полсрока пройдет, тогда будет заседание. Вот точно так же, как сегодня в тюрьмах, приговоренные к пожизненному сроку, или там 25 лет. Полсрока отбыл, ему разрешается подать апелляцию. И могут рассмотреть и сократить срок. Досрочное освобождение. УДО. Условно досрочное освобождение. Здесь точно так же. Одну треть могут убрать. Не половину, а одну треть. Ну, 10 лет, 3 года скостить. За большие-большие слезы. И церковь еще что придумала. Прости, Господи, это слово придумала. Вдохновленная любовью. Она говорит, канон такой есть. Бывает, во время гонений взяли кого-то, пытали. Раскаленные иголки под ногти ему загоняли. И он, человек, поколебался, отступился и принес жертву. То есть согласился с язычниками. А потом раскаялся. Правило определенно говорит, что он, если никого не выдавал, отлучен будет, допустим, на 18 лет. Но за него может ходатайствовать кто? Исповедник, который страдал, который мучился, но его не казнили. Ему дана льгота. И он придет и будет говорить, отцы, смилуйтесь над ним. 18 лет ему не выдержать. Он уже 60 лет ему. Видите, как он истерзанный весь. А кто ты такой? Я сам страдал. Я сам мучился. Но мне Бог дал силы выдержать. Видите, у меня трех пальцев нет, их отрубили. Видите, зубов нет, они выбили. Видите, один глаз, они выкололи. Я имею право по канонам ходатайствовать за него. Это не просто так. И в долгий ящик, в корзину его ходатайство положить нельзя. Они должны собрать, кто там, епископы, священники, и сказать, это правило правильное. Итак, сколько ему осталось? Ему, говорит, 9 лет. Учитывая ходатайство, исповедника Божие, оставить ему один год. Я только некоторые правила говорю, как они умно составлены. А их сегодня забыли, выбросили. Священник взял на себя власть решать, накладывать эпитемию или нет. Я говорю, почему же ты ничего не делаешь-то? Ну, я накладываю эпитемию. Да тут все абортицы сидят. На вторую букву алфавита. Без мужей нажили детей-то. И теперь гордятся, деньги собираются людей. Суразов нарожали. Ну, правильно, батюшка, ну, правило же существует-то. А вот так, как сегодня пишет. Всех люблю, никого не осуждаю. Одним, без пробелов, напишите. Любвисты. Вот это уже никуда не годится. Правило есть, и ты должен ей его представить. Вот так. У нас человек, который хорошо читал. Но случилась большая трагедия. Трагедия. Он повинен. Священнослужители повинен. Повинен в страшном грехе. А его полюбили. И вот одна приходит и ходатайствует за него. Почему он не считает? Я открываю правило. Она думает, что мы его не залюбили, и поэтому он там стоит. Я показываю правило, что он теряет возможность благословлять всё. Но пока не извержен из сана, он может пребывать в алтаре даже. Но рот закрытый на четыре замка. Всё. Вот даже это предусмотрено. И она успокоилась. Я не знаю. На бумаге-то она написала ему это правило и отнесла. Я тебя люблю. Я ходатайствовал. Ничего не получилось. Оказывается, всё зря. Потому что правило есть. Вот как. Это у нас. Нигде больше этого нету. Но вот так на четыре ступени и у нас нету. Нету. Потому что в этом должен участвовать епископ. Рядом должен быть. К епископу надо обращаться. А у нас так не всегда это возможно. Считай дальше. Первый Вселенский Собор. Правило второе. Сергей Павлович. По елику, по нужде или по другим побуждениям человеков многое произошло не по правилу церковному. Так что людей от языческого жития, недавно приступивших к вере, и краткое время оглашенные в бывшие, вскоре к духовной купели приводят и тотчас по крещении возводят в епископство или пресвитерство. Посему за благо признаю, дабы впредь ничего такого не было, поскольку и оглашенному потребно время, и по крещении дальнейшее испытание. Ибо ясно писание апостольское говорящее, неновокрещенного, да не разгордившись в суд впадет. То есть, да не будет подсудим. Это правило, это Павел сказал. Изнов пришедших не скоро рукополагать. Если же в продолжении времени душевный некоторый грех обретен будет в некоем лице и будет облечен двумя или тремя светлями, таковой да будет исключен из клира. То есть, вот сказали, такой-то там семинаристы принуждали к сожительству, гомосексуалисты, преподаватели. И Андрей Кураев вступился. Нужно немедленно его было убрать. Они его перевели на другое, а отца Андрея стали гвоздать со всех сторон. Молитвы составили, чтобы его Бог укротил. И здесь его выгнали с академии. Так мало-то он преподавал в московском университете Ломоносова, центральный университет страны. Так они туда, говорят, обращали, чтобы его оттуда выгнали, чтобы у него сухарей даже не было. Вот что делают. Дальше. А поступающий вопреки сему, яко дерзающий сопротивляться великому собору, подвергает себя опасности исключения из клира. Какое еще испытание нужно крещеным? Теперь смотрите. То есть, если женщина за грех аборт 10 лет, а священник делает по-другому, с ним разговора нету. За хвостом в яму. До 30 лет, если рукоположили, узнали, а его прислали без особо, его немедленно извергать. И больше он священником не будет никогда. Извергать. Два раза они рукополагают. Этого ничего нету. Шестой вселенский собор, 14-15 правила. Шестого вселенского собора. В диаконы не раньше 25. Это все попрали. Повторяю, из 719 правил, книги правил, это 7 вселенских 9 поместных соборов и 13 святых отцов. Сегодня 413 правил полностью выброшены. Торговли в храме не должно быть, а их несколько киосков. Оглашенные изыдетели не выполняют, а некоторые вообще выбросили слова. Это уже не литургия Яна Златоуста. Ложь, безумие. Стоит, я знаю, тут Пархоменко, священник. И говорит, что Ветхий Завет это еврейские басни. Его немедленно нужно было сразу выгнать и двери запереть. Полностью безумцы его не трогают. Отца Владимира Головина нашли за что растерзать. Я ничего не говорю. Но тут явно вопреки безумие совершается. И тут об этом говорится. Если были некоторые нарушения, раньше, рукополагали, раньше 30 лет, правила-то не было, значит и вины не было. Но дальше этого да не будет. Вот. Первый Вселенский собор, второе правило, все прекратили. А до этого рукополагали и молодых. И это было действительно. Почему едет этот, называется, кирпич. Ну, знак на дороге. Ну, можно было проезжать и прочее. Ну, ночью поставили. Все. Как тебе полбу кирпичом дали. Едешь дальше, уже наказан будешь. Не было закона и не было нарушения. Вот как умно все составлено. И эти правила выбросили все. Дальше. Первый Тимофею. Первый Тимофею, 3 глава, 6 стих. Не должен быть из новокрещенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. О, обращенных. Не новокрещенных. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Соглашение должно быть от 3 до 5 лет. А сегодня 5 минут нету. Пришел полупьяный. Допускают. Мне вот пишут два парня и говорят, вот мы в воскресенье ходили, прищищались. А вы не прищищаетесь часто. А мы прищищаемся каждую. А в понедельник у нас тут гулянка была. Мы гуляли, пили, блудили. В воскресенье сходили, прищастились. На следующую правду у нас тоже так получилось. Блудили. Понимаю, понятно. В церкви-то нет никакой. Шайка бандитов. Это не мои слова. Патриарх Алексея Второго, он говорит, каких бандитов мы принимали в церкви? Бандитов. Я показываю, где сказал, когда, какая страница церковных ведомостей. Епархиальная. Дальше. Иоанн Златоуст, говоря о причине падения падшего Херувима, ссылается на это единственное место в Библии, дающего намек на истинную причину. Гордость, отличительная черта дьявола. И враждебно все божественное. И они изначально обречены на поражение, потому что восстали на Бога, подражая дьяволу. Это говорится о тех, кто рано рукоположен. Они подражают дьяволу. Вот и все. Иакова 4,6. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5,5. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если рукополагать из нововращенных, и притом до 30-летнего возраста, то будет воспитана такая вот именно плеяда молодых безусых гордецов с широкими рукавами ряс, которые толпами кучкуются в храмах. В самом своем зачатии они уже преданы осмеянию и осуждению вместе с дьяволом. Об этом и говорит Первый Вселенский Собор. Гордость на колеснице гордыни. Ну и 104. Вопрос 104. Первая книга, первый том открытым оком. Можете ли вы высказать свое мнение о миссионерстве? Как вы к нему относитесь? Ответ Игнатия Тихоновича Лавкина. Миссионер, французское слово посылка, поручение, лицо, занимающееся распространением религии среди населения с иным вероисповеданием. Миссионерство крайне необходимо, чтобы исполнить прямое поручение Христа. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча чему не должно, и с постыдной корости. Православие забыло это слово как слово диакониса, как крещение духом, святым и огнем. Этим усиленно занимаются католики и сектанты разных видов и калибров. Смешно читать выступления депутатов в поддержку усилий РПЦ по защите территории России от духовной экспансии Римно-католической церкви и представителей партии и общественных организаций. Алтайская миссия, 4 номер, 111-2002 год, страница 4. Это и есть патриархийное, в кавычках, миссионерство, которое звучит очень просто и солдафонски, и топорно, и прямолинейно. Дайте нам власть, помогите нам, и мы им покажем Кузькину мать, как говорил Хрущев. Чтобы миссионерствовать, нужно совсем немного любить Бога, любить Библию, изучить ее почти наизусть, каноны и творения святых отцов православной церкви, около 300 томов, жития святых, 12 томов и практическая работа лет 25. И тогда получится миссионер. Когда католики готовят к нам своих миссионеров и миссаров, то они проходят у них такую выучку, что вряд ли вложишь в наши 2-3 университета. Смотри наш материал к истинному православию главу «Человекоубийство и ложь Ватикана». Да, мне Бог дал счастье, как бы от самого рождения духовного быть миссионером и видеть плоды этих встреч, бесед с еретиками. Перешедшие от них в православие служат сейчас священниками. Они добрые, совестливые, непьяницы. Я могу сказать вместе с Давидом. Псалом 17, 45 по 49 стихи. По одному слуху о мне повинуются мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего. Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы. И избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня. И от человека жестокого избавил меня. Можно просчитать 105 даже. Хорошо бы было. Тут пропуск большой будет. Он коротенький. Вопрос 105. Как вы относитесь к воссозданию храма Христа Спасителя? Есть ли в этом какая-то доля лицемерия органов власти? Вот я хочу сказать, вот представьте, эти вопросы задают Осипову, Смирнову, Ткачеву, ну, которые там известны на слуху. Как они отвечают? Вы можете задать эти вопросы, и его увидите. Даже на 1% у нас не сходится. И у них ни одного места Писания есть подтвердить, нету. Что вы, да без храма Христа Спасителя не-не. Мы были в миссионерской повестке. К храму Христа Спасители подошли. Преклоняли колено, поднимали руки. Молились. Нам открыли 4-ю сторону Геограда под замком. Охранника вызвали. И там молились. Просили милости на страну, на патриарха, на президента, на всех. А они не знают, что делать. Я тебе повторяю, пусть и рай. Они плясали, зашли в храме Христа. Они осквернили его. И что, осудили их? Они сделали их известными. Их везде приглашают за границу. А что нужно делать? Я криком кричал, тогда не трожьте, не прикасайтесь к ним. А тут казаки с плетками. А что нужно было? Закрыть храм амбарным, огромным замком пудовым. Собрать денег и купить такой замок. Или заказать. И вместе с патриархом начать молиться там, около храма Христа Спасителя. Перекрыть эти улицы, перевезти, чтобы никто не мешал. Со всего мира люди бы съезжались. Три месяца. Денно и ночно, непрерывно. Чтобы никакая погода не изминула. И мы посмотрели бы, что будет в стране. Это было новое возрождение, новый ренессанс. Ничего этого не сделали. Мирские. Говорят по-мирски, поступают по-мирски. Они лишены духовного рассуждения духов. Дальше. Ответ. Игнат Тихонич Лапкин. Я категорически против строительства храмов, тем более такого мастодонта. Для молитвы такой храм не нужен, а только для тщеславия. Он нужен государственным деятелям, а не Богу. Сначала нужно образовывать общины из живых христиан. А потом находить место для молитв. Лучше всего на дому. Не более чем по 50 человек, иначе будет неуправляемая масса. Нужно почаще заглядывать в Библию в первоапостольские времена. Евангелие от Луки, 22 глава, 12 стих. И он покажет вам горницу, большую, усланную. Там приготовьте. Деяние 1, 13. И придя, вошли в горницу, где пребывали Петр, Иаков, Иоанн, И Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон, Зилот и Иуда, брат Якова. Нига Деяний 2, глава 46 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Деяние 5, 42. И всякий день в храме и по домам не переставал учить и благовествовать об Иисусе Христе. И Книга Деяний 20, глава 20 стих. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вас не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Книга Деяний 20, глава 8 стих. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Закончил на сегодня? Да, я думаю так, по месяцу, 106-й, следующее. Видишь, какие интересные вопросы задавали люди. И получали вот такие ответы. Почему они так лютуют? Лжемиссионер, всевдоправославный. То есть, во свете Библии они никто. Все вместе взятые. Миссионеры. Какой он миссионер-то? Едва в машину залазит. Щеки отвисли. Не стыдно перед народом выходить. Как он о посте может говорить с таким пузом? Иоанн Златоус это высмеивает. Христа ведут на распятие. А вас с вечеринки под руки держат, чтобы не упали с красными губами от вина. Утучняйте себя без страха. Выкатились от жира глаза их. Бродят полностью в сердце. На всем издеваются. Говорят свысока. Из их их расхаживает по земле. Это о ком? И вот смотришь, идут такие перед народом. Куча мяса, костей. Пузо колесом, как холм какой. И люди-то видят. Вот я в щад рулетку захожу. И вы патриарха признаете. Какие яхты у него. На вертолетах едут. От Москвы до Петербурга. Три миллиона ему стоит поездка. Спецсамолет. Зачем ему это? Второе опять и дальше. Какие отдачи? Где? Там видят люди. Все. Я говорю, не судите. Займитесь собой. Они не знают Бога. Я имею право об этом говорить. Я живу в этой бедности. В такой бедности, которой все ужасаются. Как следователь когда. И неужели больше ничего нету? Он как-то ничего не может найти. Говорит, по волосинке бороду тебе выдерну на меня. Но я найду, в каком банке держишь деньги. А у меня что? Березовый пень. И на нем радиоприемник. Вот что я любил. И поэтому отношения разные. Ну все, конечно, на сегодня. С Богом. С Богом. Уехал или вон? Да. Молиться надо, ждать известия. Спаси Христос Сергей за его руку. Слава Христу. С Богом. С Богом. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»